Я прошу наши городские власти крепко подумать, что это такое у нас происходит. У нас есть двухполосная дорога орбитальная и восьмиполосная дорога проспект космонавтов на участке от орбитальной до Королева. Но это ни в какие ворота не лезет, понимаете? То есть наши советские инженеры, когда планировали северный, возможно, думали, что орбитальную будут расширять, продлевать. И запланировали слишком широкий проспект космонавтов. Но он такой широкий не нужен, потому что негде даже воткнуть ларек, понимаете? Недавно тут поставили ларек на месте автобусной остановки. Вы видите, знак стоит, автобусная остановка, и люди стоят. Вы видите, да, куда подъехала 55-я маршрутка? К знаку, туда, где люди стоят, туда, где люди привыкли. Ну вот, собственно, здесь и должен был стоять остановочный павильон. Кто его поставил так далеко, мне непонятно. Улица орбитальная. Я обращаю ваше внимание на разметку. Разметка четко показывает, что на улице орбитальной всего две полосы движения. Здесь ширина в каждую сторону не дотягивает до двух полос, нормально. Поэтому здесь по одной полосе в каждую сторону. А теперь, понимаете, это орбитальная переходит в улицу космонавтов. Проспект космонавтов – это восемь полос. Настоящих, нормальных, восемь полос размеченных. Это абсолютно неадекватная ширина. Здесь и ширина там. С орбитальной поворачивают автомобили и едут сюда. То есть с одной полосы едут на четыре полосы. Понятно, что крайняя полоса запаркована, но ничего страшного. Все тут разгоняются, едут как хотят. Как на аэродроме. Но на самом деле это плохо. Почему? Почему? Потому что улица используется неэффективно. Точнее, никак не используется. Вы посмотрите. Ларек поставили. Очень близко к дороге. Настолько близко, что сотрудник этого ларека будет задыхаться. Он не сможет там работать. Вот эти вонючие маршрутки, вонючие автобусы заставят его просто бежать с этого места. Он один день поработает, продавец, и убежит. И больше никогда не вернется. А во-вторых, будет портиться продукция. Что будут есть люди. Ну и самое главное, умрет ли сотрудник. Но, представьте себе, что вы сократили количество полос. Здесь количество полос можно бесполезно сокращать на две в каждую сторону. То есть, вместо четырех полос в каждую сторону. Делать две полосы и ряд для парковки, например. Но даже если одну полосу убрать. Одну полосу это три с половиной метра. И в каждую сторону это семь метров. И триста метров в длину это две тысячи квадратных метров. Это огромная площадь. И как раз появится место и для остановки, и для ларька. Можно сделать велодорожки, можно сделать парковки. Можно сделать что угодно на месте вот этой вот лишней крайней полосы. Четвертой. Зачем она нужна? Зачем она нужна? Продолжение следует...